Эй, дружок, ты куда бежишь? Вы прикиньте, сбежал с зоопарка! Джон Миньон, давай обратно! Ты так больше не хулигань! 7 лет вы на связи! Предыдущее видео Будни Основателя собрало более 300 лайков, поэтому вторая часть, я думаю, у вас получится повторить и с этим видео, ведь сегодня мы будем находиться не только в игре, но еще и посмотрим, что пишут в техразделе. Вот этот комментарий выигрывает маску Мишки, хочу напомнить, что рандомный комментарий может дать тебе подарок в такой игре, как LifeRush. Приятного просмотра! Машина, помоги! Телепортируемся к игроку. Что с ней? Помоги, машина! Куда это она уплыла от тебя? Кабан! Ты куда побежал? Фух, у нас же не новый движок! Надеваем скафандр и ныряем. Машина изучает подводный мир. Ну, понятно. Ну что, команда GetCard, ТПХМ машину и водителя, который, наверное, подумал, что кабан умеет плавать. Сяп! Плюс 1 балл, я думаю, заработали. МВД без причины дорогу загораживают? ТП? Это что за китайская стена? Какой забор на дороге? Там вообще кто-то шипы поставил? Вы что делаете? Это что за пост ДПС? Так, 50 ID указан. Кто это у нас тут? Тоже убираем. Бандиты. Давайте еще какое-то время продолжим за ними следить. Что наделали? Вот такие тут сотрудники ДПС. Слава богу, предотвратили аварии и жалобы от дальнобойщиков. Поэтому, думаю, плюсик добавляется. Эй, Корсар, давай уже едь, а то еще звезд накинут за оскорбление. Жалоба от игрока с Gold Vip. Помогите! Давайте смотреть, что с ним случилось. Это что он делает? Пытается заехать по ступенькам на машине? Серьезно? И он просит админов помочь ему с этим? Другалек, давай-ка сам. Машина у тебя мощная. Бинь-бинь-бинь-бинь-бинь. Все с колесами. Крутой проект сделал. Рекомендуешь? Правда, тяжело машины ловить. Ну, за тачки тут борьба, конечно. Поэтому, был рынок в помощь. Помогите, я перелетел. Ну, давай сейчас оценим перелет твой. Ты че так летаешь, друг? О! О! Мияги, это ты? Да, да, да. Не каждый день встретишь артистов в этой игре. Я нервы не чую. Я сам будто себя наказал этим непониманием. Е-е-е! Неожиданно город накрыл от буль. О! Кайф! А я смотрю игрокам, тут по кайфу такая погода. Звуки молнии, как флэшбек из Берлина. Давайте тогда предупредим всех игроков. На улице будьте осторожнее. Гроза бахает. Дайте варн по антиблату мне. Вот чтобы кто-то из игроков попросил выдать варн по какому-то там антиблату. Давайте смотреть. ФСБ. Одобрили уже. Га. Я вправо сейчас не могу пойти. Так, ты был в ФСБ по заявке? Антиблат одобрили. Жду варн. Рафик Саферов выдал варн. Причина не отстоял. Спасибо, Леонид. За донат снял варн. Такой радостный. У вас баг со взятием чекпоинта. У нас баг? Идем проверять. Тут баг. Хм, информативно. Дам ему денежку, пускай попробует повторно пройти. Ну а я все-таки перепроверю. Забрал у себя права. Заново проходим теорию. Проверяем чекпоинты. Все работает. Могу и дальше продолжать сдачу экзамена. Вот уже сдал на права. Все, категория В. Как положено. Не знаю, либо он меня пранканул, либо действительно у него что-то случилось. Во всяком случае, больше жалоб я не видел. Тайлер Дерден. Помогите. Он у нас оказался за отбойниками. Давайте перебросим его на дорогу. Спасибо. Слушай, чувак, только не едь прямо. Оттуда люди не возвращаются. Ага, хорошо. Нет. Все, его больше нет. Я получил права, а квест не выполнился. Что делать? Это что, опять тот же игрок? Его автошкола явно не любит. Я проверил его лицензию и, как оказалось, он сдал на категорию А для мотоциклов. А чтобы выполнить квест, нужно получить водительские права категории В. Нужна В категория. Понял? Вот этот военную он явно что-то задумал. Никита Суворов самовольно покинул воинскую часть, приехал в зону семейных сражений, начал грузить ящики, но почему-то он подумал, что грузить нужно во фракционную машину. Хотя загружать можно только в семейный транспорт. Это же семейный ивент. Может он думал, что здесь делается склад для армии? По итогу он уехал обратно. Ну а вам, если вы играете на Лайф Раше, я советую вступать в семью Литва Мафия. Тут одни плюсы. Здесь вас научат играть, помогут развиться и только на семейных захватах вы почувствуете суть игры. По игровой части, я думаю, здесь понятно, заменили админов, со школы уже пацаны пришли, дальше они уже сами. Переходим к техразделу. Зоопарк. Бак. Получил Payday и вышел с игры. Захожу и вижу, что в зоопарке. На форуме новых жалоб не было. Я не знаю, почему это в техразделах пишут, но ладно. Какой-то игрок ему отвечает в этой теме. ДМ твой. Скидывает видео. Уже решено, откуда зоопарк. А что тут было? Игрок отбежал фрапсить. Подходит к рабочему мусоровозу. Тот отбегает и начинает выдавать ему тычки. Стадию ранения. Ну, в общем, все, понятно. Вторая у нас тема. Контейнер баг. Я сделал ставку на контейнер Dubai одежды. 4,5 кк. Пацан забрал меня с наручниками. Потом у меня баг и мои деньги улетели на воздух. И оставляет скриншот, где пустой контейнер, непонятно чей. И вообще, что тут за приз. Вообще, ничего не понятно. По сути, здесь только чат. Конечно, можно было бы сразу отказывать. Но мы же хотим помочь. Поэтому полезем в базу данных и смотреть логин. Итак, на скриншоте было время 15 число, 18.38. Я проверил весь день за 15 число. С утра до вечера. До какого момента он там играл. И максимальное количество вирс за этот день, который у него было. Это 1 миллион. Он поставил 100 тысяч. И получил возврат этих же самых денег. Получается, я потратил время на очередной обман. Дальше идут темы, связанные с пин-кодом. Игрок забыл пин-код от аккаунта. Да, помогаем в восстановлении. Но только после полной проверки. Нам нужно убедиться, действительно, что это владелец аккаунта. Итак, ситуацию. Я ввел пин-код после привязки. Захожу в игру. А у меня пишет, что пин-код неверный. В чем проблема? Вероятнее всего, причина в том, что указываете неверный пин-код. Ладно, давайте прибиваем ник по базе. Аккаунт такой имеется. Смотрю почту, которая была привязана. Она совпадает с почтой, которая привязана за тем форумным аккаунтом. И, в принципе, на этом этапе уже можно помочь восстановить ему пин-код. Отправляем в ПМ ему этот пин-код. Следующая тема. Бак мопеда. Когда я беру в аренду мопед, начинается прокрутка карты. И не виден персонаж. На видео подробно все видно. Смотрим видео. Да, если посмотреть на радар, он вращается. Еще работает спидометр. Но сам персонаж завис. Каким-то образом, я не знаю, заморозился, наверное, в мопеде. И повторить подобное у меня не получилось. Я захожу в игру, загружаю мопед. И все спавнит меня в мопеде на парковочное место. Я попробовал тот же самый спавн. И, опять же, все аналогично. Ничего подобного я не увидел. Поэтому давайте попросим игрока написать четкий алгоритм действий. Если у него еще раз получится этот баг сделать. Я попытался несколько раз. У меня не получилось. И поэтому данная тема никак не поможет выявить проблему. Будем ждать. Серьезный баг казино с инетом И. Я уже мельком ее рассматривал, эту тему. Хочу сказать, что у него пропали фишки. Он пишет то, что нагрузил интернет. И заметил, что с интернетом и казино не всегда дает победы. И вообще происходит много багов анимации. Присылает видео. Первые 10 секунд он пытается поставить ставку уже в активной игре. Таймер идет. Ну, ставку нельзя сделать. Не знаю, к чему это показывается. Далее идет склейка. Вот обращаем внимание на историю побед. Здесь у нас по кд выигрывал лайфраша. А тут хоп, тут уже несколько игр выигрывает противоположная сторона. И он ставит две фишки на лайфрашу. Выпадает туз. А это как бы самая слабая карта в этой игре. У блэкаши 3. И очевидно, что он проигрывает. Сила карт в этой игре, она идет от туза до короля. Как бы правила игры дракон и тигр есть в интернете. Можете посмотреть. А далее он говорит, что начинаешь что-то лагать. Ну, логично, если сигнал интернета ешка. Это как бы 2G интернет. С такой скоростью даже сообщения в ИК не обновить. А вы тут хотите картинки в игре получать. Либо не понимает сути игры, либо просто пытается заскамить. Надеюсь, первое. Вот такие получились будни. Скорее всего, в следующей серии посмотрим, как делаются обновления на лайфраши. Не забудьте обновить колокольчик, дабы не пропустить следующее видео. А на этом все. Всем спасибо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok